В целях повышения устойчивости экономики в Центральной Азии, гармонизации законодательства в соответствии с международными нормами, привлечения инвестиций по инициативе Министерства занятости и трудовых отношений состоялся первый региональный форум инспекторов труда. В его ходе запланировано выработать единые подходы по внедрению современных механизмов обеспечения безопасных условий труда и защиты трудовых прав в регионе, развить и укрепить правовой и организационный потенциал инспекции труда нашей страны, Подробности далее. Специалисты из стран Центральной Азии и России в рамках четырехдневного форума обсуждают интеграцию совместных усилий, изучают имеющийся опыт коллег и внесение важных аспектов по защите труда в национальное законодательство. Этот проект нас очень заинтересовал. В принципе, у нас есть уже региональный альянс инспекторов труда, куда входит как раз и Казахстан, и Узбекистан. Еще входит шесть стран. В рамках этого регионального альянса мы проводим работу по обмену опытом. Те нормы, которые, например, нас заинтересовали, мы их используем, например, при нормотворчестве нашей страны. Работа форума, она очень интересная. На одной площадке собрались 60 протекторов прав сотрудников из шести стран. Основная цель – тесное взаимодействие по разработке и реализации политики в области госнадзора в сфере труда, повышение уровня знаний, эффективности и результативности деятельности инспекторов труда посредством проведения такого рода тренингов. Все обмениваются своим опытом. И в каждой теме, будь то миграция, будь то принципы мод. Понятно, что форум – это только начало той деятельности по обмену опытом. И мы очень надеемся, что ребята вернутся в свои страны, обсудят разные идеи с руководством, и это положит начало продуктивному сотрудничеству и очень позитивным изменениям. Ведь именно от простых инспекторов зависит жизнь и деятельность трудящегося населения, их занятость, их спокойствие и даже экономическое процветание страны. Сегодня в системе Министерства занятости и трудовых отношений работают 345 инспекторов по труду, 105 из которых – технические. Для сотрудников ведомства первый форум стал возможностью изучения основополагающих принципов Международной организации труда, вопросов миграционного законодательства, концепции нулевого травматизма, расследования несчастных случаев на производстве, трудового законодательства в сфере сельского хозяйства. При этом в фокусе внимания – личностный и профессиональный рост госинспектора по труду, важные навыки управления эмоциональным состоянием. Во второй половине дня в рамках форума состоялось 9-е заседание рабочей группы по вопросам реализации соглашения между правительством Республики Узбекистана и правительством Российской Федерации об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России. В ходе данного заседания сторонами обсуждались ход реализации соглашения и план деятельности рабочей группы, озвучены предложения по внесению изменений в соглашение. Естественно, что за 5-7-5 лет было много изменений иммиграционной политики Узбекистана. Эти предложения касаются в основном совершенности оказания услуг нашим мигрантам путем открытия специальных многофункциональных миграционных центров Российской Федерации в Узбекистане, где будет оказываться весь спектр услуг, необходимый для работы в России. Кроме того, мы предложаем нашим коллегам создать ряд льгот для работников Узбекистана и российских работодателей, для участников организованного трудовой миграции, вплоть до выдачи специальных ID-карты. Также рассмотрен вопрос о возможности признания сертификатов, подтверждающих квалификацию специалистов, выдаваемых моноцентрами Ишкем Архамад при Министерстве Занятости и Трудовых Отношений. Члены комиссии обсуждали ход реализации пилотного проекта по привлечению граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности у российских юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в области строительства и агропромышленного комплекса. Сейчас мы рассматриваем те инструменты, которые нам необходимо применить сегодня в рамках отсутствия ограничений ковидных, для того, чтобы оргнобор стал действительно приоритетной формой привлечения трудовых мигрантов российскими компаниями. В свою очередь российская сторона дала информацию о подготовке изменений миграционного законодательства в Российской Федерации и внесении изменений в состав рабочей группы.